МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика. С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты и я, Максим Попов. Сегодня в выпуске. Под каблуком. Обязательную маркировку обуви в России отложили до 1 июля. Сделай сам. Специально для наших телезрителей мастер-класс по изготовлению защитных масок. Привить, стерилизовать и выпустить на волю. Кабинет министров Чувашии утвердил новый порядок обращения с безнадзорными животными. Снижение ценной продукты первой необходимости в Республике в конце прошлого года зафиксировал Чувашстат. От этих показателей напрямую зависит величина прожиточного минимума. Еще год назад ее уменьшили. Однако сегодня на заседании Кабинета министров приняли иное решение. Тему продолжит Ирина Волкова. Часть продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, снизилась в цене. Подешевели телерадиотовары, средства связи и строительные материалы, сообщает Чувашстат. Также в последнем квартале 2019-го снизились цены на железнодорожные билеты, санаторные путевки. В целом жизненно необходимые расходы уменьшились почти на 3,5% по сравнению с третьим кварталом прошлого года. Исходя из этих данных, величина прожиточного минимума составила 8976 рублей. Это расчетные цифры. В ситуации, когда расчетная величина прожиточного минимума по сравнению с предыдущим кварталом у нас уменьшается, мы имеем право устанавливать величину прожиточного минимума на уровне предыдущего квартала. Соответствующий закон, исключающий снижение величины прожиточного минимума, накануне подписал временно исполняющий обязанности главы Чувашской республики. Таким образом, средний прожиточный минимум остался неизменным – 9285 рублей. Напомню, что от него зависят социальные выплаты. Установление такой величины позволяет сохранить социальную поддержку более 107 тысяч малообеспеченных граждан. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика. Долг платежом красен. Как добиться регулярных расчетов за поставленные энергетические ресурсы, сегодня обсуждали члены правительственной комиссии. Какие меры надо предпринимать, чтобы снизить задолженность муниципалитетов. Подробности у Дмитрия Ковалева. Предпринимаемые в последние годы меры не принесли результата. Крутое пике продолжается, в долговую яму падают новые потребители. Только за поставляемый газ и ресурсоснабжающие организации недополучили более 2,5 миллиардов рублей. За 4 года, с 1 января 2016 по 1 января 2020 год, задолженность за поставленный газ выросла с 1 миллиарда 382 миллионов до 2 миллиардов 977 миллионов рублей. Или более двух раз. И только в 2019 году ЕРОС удалось приостановить, обеспечить небольшое погашение. На 1 января 2020 года общая дебютовщая задолженность за поставленный потребительный природный газ составила 2 миллиарда 977 миллионов рублей. На связи с Домом правительства муниципалитеты, где долги за газ превышают сотни миллионов. Одной из причин главы администрации районов называют плохую платежную дисциплину. Проблемы Шумерли, которые приводят к росту задолженности, тоже старые. Это изношенные тепловые сети и котельные, выработавшие свой ресурс. Здесь мы рассчитываем только на бюджет, но пока, к сожалению, нас бюджет не позволяет заложить эти расходы. В основном у нас эти убытки получились из-за того, что котельные, вот эти три, которые были очень убыточные, они и дали такие убытки. Чтобы выйти на безубыточную работу, необходимо модернизировать тепловые сети. Олег Николаев поручил ускорить подготовку инвестиционной программы. Кого мы в качестве партнеров можем привлечь и, соответственно, посмотреть сроки реализации. У нас задача должна, мы там в отопительный сезон, мы должны ситуацию изменить, иначе просто это будет вот та же самая картина. С решением этого вопроса надо выйти, в течение какого срока мы сможем, Александр Валерьевич, этот вопрос отработать? Три недели хватит? Две недели, я думаю, отработаем. Ну, давайте три недели поставим, это реальный срок, я считаю, три недели. Еще одна задача, поставленная перед местными властями в Рио главы региона, согласовать графики погашения задолженности. Если муниципалитеты будут выполнять взятые на себя обязательства, то в «Газпроме» готовы отозвать исполнительные производства и судов. Чтобы наши коллеги, поставщики ресурсов и газа, и электроэнергии понимали, как будет, значит, развиваться ситуация, могли иметь, исходя из выработанного плана, возможность контролировать, как оно реализовывается. Если мы с вами зафиксировали протоколом и за подписью высшего должностного лица региона и представителя администрации президента, то мы с вами должны последовательно работать, чтобы эти решения реализовывались. За растущие долги главы муниципалитетов будут держать персональный ответ, отметил Олег Николаев. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Сегодня в столице Чуваший рыбак провалился под лед около Новосельского пляжа. На пульт оперативно-дежурного республиканской поисково-спасательной службы поступил звонок от очевидца. Спасатели вытащили пострадавшего из воды и перевезли на станцию. Оказали первую помощь и передали его скорой. Это уже второе чрезвычайное происшествие на воде с начала марта. Выходить на лед уже категорически нельзя, предупреждают спасатели. На большой части Волги открытая вода, а тонкий лед остался только в маленьких заливах. Такая же ситуация и на других водоемах. Вода сейчас прогревалась от 0 до 1 градуса. При такой температуре человек может продержаться в ней всего 10-15 минут, а потом теряет сознание. Взрослые люди должны это понимать. Что касается детей, то скоро в школах весенние каникулы. В дни отдыха будет не лишним напомнить ребятам о правилах безопасности и, конечно, не оставлять их без присмотра. Батыровский район. Группа 4 ребенка. Младшему 2 годика, старшему 6 лет. Тоже прогуливаясь по улице, дошли до ручейка. Интересно же посмотреть, кораблики попускать. Двухлетний ребенок подскользнулся, еще снег, грязь падает в эту маленькую речушку. Там воды-то по колено утонуть невозможно. Однако двухлетний ребенок. Взрослые ребята не то что растерялись, но все-таки не смогли сразу же оказать помощь. Побежали за взрослыми. Пока взрослые пришли, двухлетний ребенок уже в этой маленькой речушке утонул, погиб. Вот поэтому, уважаемые родители, уважаемые взрослые, пожалуйста, обращайте на внимание больше детей. Разговаривайте с ними по мерам безопасности в эти весенние дни рядом с водоемом. Ситуация с коронавирусной инфекцией, охватившей многие страны, по-прежнему тема номер один для средств массовой информации. Куда исчезли медицинские маски и спасут ли они от нового вируса? Материалы с такими заголовками появляются каждый день. У нас этим вопросом занималась Ольга Пырочкина. Оль, тебе слово. Да, Максим, добрый вечер. Вот у меня небольшой запас предыдущего сезона гриппа и ОРВИ, как сейчас шутят в сети, обменяю на трешку в центре Чебоксар. Но если серьезно, дефицит масок добрался и до Чуваши. Я обратилась за комментарием в одну государственную аптечную сеть. Ответ таков. Масок нет. Предлагаю послушать. Народ спрашивает. Народ интересуется. У нас идет просто отказ на сегодняшний день в Москве. С 15 февраля, по данным поставщиков и производителей, в прайсах отсутствуют данные от маски. И мы, к сожалению, наши заявочки на сегодняшний день не выполняются. Но объясняется все тем, что производители привыкли к определенному уровню спроса и просто сейчас они не успевают за растущим ажиотажем. Но обещают, что в ближайшее время все-таки уровень спроса и предложения на самом деле выровнится. Ну а пока, в случае необходимости, Минздрав предлагает делать маски своими руками. И вот специальный мастер-класс для наших телезрителей от старшей медицинской сестры центральной городской больницы Елены Васильевой. Можно медицинские маски изготовить дома. Для этого берется марля длиной 90 сантиметров, шириной 60 сантиметров. Раскладывается. Берем вату шириной 20 на 20, кладем середину. Складываем в три слоя. И чтобы у нас получились завязочки, нужно отрезать с двух сторон до отметки вата. Чтобы аккуратно у нас она держалась, берем иголку с ниткой и зашиваем по краям. Маску нужно носить таким образом. Сперва закрываем нос, потом рот и завязываем. Можно носить в течение 3-4 часов. Когда после использования маску стираем в теплой воде с мылом, высушиваем. И проглаживаем хорошо прогретым утюгом с двух сторон. И можно уже использовать маску повторно. Максим, ты вот такую бы маску стал носить? Компрометирующий вопрос. Ты знаешь, если при необходимости, возможно, бы воспользовался. Ну а вообще, хочу пожелать всем здоровья, чтобы не до масок там было. Ну я на самом деле добавлю, что на самом деле маска от вируса, она не защитит. Ее должны одевать больные люди, чтобы чихая кашель, не заражать окружающих. Также скажу, что на самом деле у меня тоже заложен нос, насморк. Не переживай ни в Италии, ни вообще в отпуске. Я уже очень давно не была. Ты знаешь, переживай только за то, чтобы ты в отпуске побывал, и все-таки, в конце концов, там, где хочешь. Ну и, конечно, всем нам здоровья, и чтобы маски нам не понадобились. Имена героев на карте города Чебоксары в честь 75-летия Великой Победы в столице республики проходит акция, которая знакомит младших школьников с участниками Великой Отечественной войны, поощряет их исследования в области военной истории. О летчике Михаиле Сапожникове, чье имя носит одна из Чебоксарских улиц, наш сюжет. Каково это быть сыном героя? Александр Сапожников в таком статусе живет всю жизнь. Отца наградили золотой звездой как раз в год его рождения. Летчик-разведчик Михаил Сапожников ушел на срочную службу в 1940-м, а уже осенью 1941-го после летной школы попал на фронт. Ну, летал он, да. Часто он из Ванита получил, совершил больше 120 боевых вылетов, был разведчиком, летал на дальние расстояния. Иногда мы вот и с Валеркой, с братом все спрашивали, папа, расскажи свое что-нибудь. Так, это вот один из эпизодов, там вот он рассказал. Он когда в плен попал, получилось, как ранили стрелка родиста, и их, они приземлились, значит, они сидели там в каком-то сарае, а этому стрелку родисту там то ли клюшку дали, то ли палку какую-то, чтобы он ходил, все, надвигался. Им поесть принесли этой клюшкой, и они, значит, немцам прибили, а у него еще оказалась ракетница. Они вдвоем со штурманом убежали, а стрелок родист остался со сломанной ногой. Или перебитая нога была, или что-то такое вот он рассказывал. И когда они бежали, ну, за ним погоня была, и они... А, вот собаку спустили на них, овчарка. И отец, он говорит, я, говорит, застрелил эту овчарку. И мы, говорит, продолжали. Но, говорит, штурмана, говорит, убили, а я сам, говорит, один перешел линию фронта. А вот и когда я перешел линию фронта, у меня, говорит, фуражка была прострелена. Это, пожалуй, все, о чем рассказывал Михаил Александрович Близким. Хотя прослужил целых 20 лет и в Чебоксары вернулся лишь в 1960-м. Не настаивал, чтобы сыновья стали военными. В воспоминаниях был скуп. Летную форму надевал только по праздникам. Но звезду героя носил всегда, даже на гражданской одежде. Вот он ее даже потерял около гостиницы Чуваши. А летом было какая-то женщина в окно говорит, гражданин, вы, говорит, что-то потеряли. А у него душка перетерлась. Он вернулся, поднял. А я ему потом дубликат сделал. Все, кто знал Михаила Александровича Сапожникова, вспоминают. Скромный был человек, спокойный, несуетный. Но характер у него, несомненно, был сильный. Что героическое? Во-первых, вот сейчас вспоминала, там, перечитывала. Он попал в плен. И, ну, видимо, это с его слов еще было написано, как все это происходило. Одна мысль, говорит, все время была в голове. Как жаль, что так мало сделал. Всего 45 боевых вылетов. Когда уже его привезли в этот лагерь, он, говорит, присмотрелся там с кем-то, сразу сошелся с ребятами, такими же пленными. Значит, решили бежать. Как бежать? Все обсудили. Любой ценой, но отсюда вырваться надо, чтобы не задерживал. Не задерживаться. Так вот, на следующий день, вечером, они совершили побег. Невестка Татьяна Михайловна, тоже, кстати, дочь военного, сделала специальное пособие, которое пригождается ей и на уроках в младших классах, где она работает учительницей. И для того, чтобы рассказывать молодым поколениям Сапожниковых о подвиге прадеда-героя. Я эту раскладушку специально сделала для детей, для внуков, для правнуков, я сказала, не будет нас, передавайте из поколения в поколение, потому что здесь вся судьба вашего дедушки, прадедушки, все его заслуги, все подвиги, вот. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Андрей Шоклев, Республика. Чип под каблуком. В России маркировка обуви станет обязательной. Закон должен был вступить в силу еще 1 марта, однако правительство страны решило пойти навстречу бизнесу, который не успевает адаптироваться и перенесло срок на 1 июля. Для чего вводится контрольный идентификационный код и как к нему должны быть готовы производители и потребители, разбирался Рифат Фаткулин. Ботинки, кроссовки, дамские туфельки и даже резиновые сланцы. Каждая пара обуви будет отслеживаться от стадии производства до приобретения ее покупателям. Чип – уникальный цифровой код, прикрепляется на упаковку, товарный ярлык или на саму обувь. Чтобы прочитать, достаточно просто отсканировать их смартфоном. На экране вся информация, когда, где и кем произведена, из чего сделана, какого цвета, из какой партии. Крупные сетевые магазины уже внедрили маркировку. Мы отреагировали на это нововведение еще в прошлом году. На 1 октября мы зарегистрировались в системе «Честный знак». И уже после 1 октября мы начали получать QR-коды эти или маркировку эту на наш остаток, который был у нас в магазине. Эксперты утверждают, треть продаваемой обуви в России – контрафактная. Продавцы-нелегалы не платят налоги. Как правило, подделки стоят в 3-4 раза дешевле оригинальной брендовой обуви. Маркировка обуви – это масштабный проект для государства и, конечно, легальность товара на полке для покупателя. До 1 июля сроки перенесены. Если руководители предприятий, которые реализуют обувную продукцию, они не успеют до этого срока вводить в эту систему мониторинга и маркировать уже обувную продукцию, в том случае последуют уже штрафы и конфискация. Штрафы у нас предусматриваются для физического лица от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц она у нас от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для компаний от 50 тысяч до 300 тысяч рублей. На стоимости товара чипирование сильно не скажется, зато гарантируется качество. «Оно проблемы не создать для оптовых организаций, для больших магазинов, а вот для маленьких магазинов, которые реализуют обувную продукцию, для того, чтобы, например, организовать эту работу, он придется расходоваться на покупке, например, программного обеспечения, сканеров, оборудования для идентификации, например». Подделать же саму метку не получится. Уникальный цифровой код присваивается не партии товара, а каждой упаковке отдельно. Рифат Ваткулин, Вениамин Иванов, Республика. В Чувашии отлавливать и содержать животных будут по новым правилам. С начала года в России вступил в силу федеральный закон об ответственном обращении с животными. Новый порядок на региональном уровне сегодня рассматривали члены Кабинета министров. Отныне отстрел вне закона. Животных без владельцев обязаны отлавливать и отправлять в приюты, где четвероногим окажут ветеринарную помощь, поставят прививки, стерилизуют, отметят и, если не найдется хозяина старого или нового, отправят на волю. Это новый порядок обращения с животными без владельцев. К тому же отдельные требования есть и к местам содержания, приютам. «Настоящий порядок устанавливает и регулирует требования к размещению приюта и обустройству его помещений, которые включают здание приюта в целом, помещение для приюта животных, карантинному помещению, ветеринарному пункту, помещение, предназначенное для лечения животных в условиях стационара, помещение для временного и постоянного содержания животных и выгодной площадки». Требования есть, а приют на всю республику один, в Чебоксарах. А ведь проблемы существуют и в районных центрах. «Район они сейчас заняли в ожидательную позицию, делать они ничего не могут. А тут выбора другого нет. Надо в каком-то районе или межрайонные приюты создавать. Другого выбора нет. Но пилотно мы предлагаем уже в этом году начать проектировать и при уточнении деньги запросить, где-то уже создать, чтобы можно было дальше транслировать другого выхода здесь нет». «Три-четыре приюта нам необходимо создать в республике. У нас есть предприниматели, которые заинтересованы в отлове животных, проведении всех мероприятий. Пункт передержки животных находится в Чебоксарах. Второй планируется к строительству на территории Лаптарского проезда. И есть предприниматели, заинтересованные с других субъектов российской рации». При этом по расчетам переполненными приюты не будут, так как привитых, подлеченных и неагрессивных четвероногих будут возвращать в привычную среду обитания. «Вы вот еще раз проанализируйте, пожалуйста, вот всю эту ситуацию. Может, нам тогда его надо поднять, эту функцию, обратно на республиканский уровень, а чтобы этот вопрос отрегулировать и соответствующим образом организовать. То есть вы представьте, пожалуйста, комплексный подход решения этого вопроса и реализации. В том числе, как я понял, с возможностями государственного частного партнерства». В бюджете республики на этот год на все мероприятия по обращению с животными заложено более 6 миллионов рублей. Впрочем, цифры еще будут уточняться. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика. «Голос школы» – так называли свою газету ученики из Урмара. Она вновь стала победителем в межрегиональном открытом творческом конкурсе «Школа пресс». Уроки закончились, а ребята не спешат домой. Они готовят самые актуальные новости о жизни школы. В составе редакции 17 юных журналистов. «У нас большой коллектив и очень дружный. Есть и верстальщики, и журналисты, и фотографы. У нас очень много разных рубрик в газете есть. Такие, как «Знай наших», «Поздравления», «Калейдоскопы». Так как я редактор, то на мне лежит большая ответственность, и я должна контролировать». С интересом и азартом ребята обсуждают то, что войдет в новый выпуск. Далее, на второй странице у нас села. «По это нас получили». Работа кипит. Должна же быть еще и обложка номера. Этим заведует Артур Михайлов. Хорошие фотографии украшают газету, притягивают взгляд. Текст статьи еще прочитать надо, а снимок вот он. Вот сейчас я работаю над обложкой газеты. Я считаю, что моя роль в газете значима. Читатель, в первую очередь, конечно, обращает на заголовок статьи и на фотографии. И очень важно выбрать такие снимки, на которых люди изображены не просто стоящие, а в каком-то движении. Впервые газета увидела свет в 2007 году. С тех пор голос школы не смолкает и вполне громко заявляет о себе. В конкурсе она стала лучшей газетой сельской школы. Причем уже второй раз. В этом конкурсе мы участвуем с 2013 года. Мы сначала были лауреатами, а уже с 2015 года мы постоянно становимся призерами. В 2015 году наша газета стала лучшей газетой сельской школы. В 2016 году лучший дизайн школьной газеты. У нас и учителя пишут разные статьи, психолог, администрация школы, дети. Прямо можно сказать, даже с первого класса по одиннадцатый класс. Разумеется, у газеты есть электронная версия. Куда без этого? Несмотря на дальность расстояний, многие жители, бывшие ученики, не хотят терять связь со школой. Наталья Мальчикова, Бахтияр Велиев, Республика. Богатейшая история и летопись современности. Марафон упразднования столетия образования Чувашско-автономной области дали официальный старт. К юбилейной дате приурочили грандиозное театральное шоу. О самых запоминающихся эпизодах и героях дня – сюжет Дмитрия Ковалева. Ледовый дворец преобразили яркие тона. Для фотосессий девушки в стилизованных национальных костюмах на арене уникальные декорации. Спецэффекты завораживают взгляд на старте культурного марафона и парад муниципалитетов. На Ледовой арене вся история становления республики и культурные достояния Чувашии. Часовое театрализованное шоу, где артисты и зрители – единое целое. Грандиозный старт культурного марафона. Республика закрепила свои границы 54 года назад. Сейчас это 21 район и 5 городов. В колоннах муниципалитетов известны на весь регион люди. Те, кто вписал свое имя в летопись Чувашии. Слоган юбилейного марафона «Перле», что в переводе с Чувашского языка «Вместе». Только объединив усилия, можно преодолеть любые трудности, отметил временно исполняющий обязанности главы региона. В послевоенные годы в республике были возведены крупные заводы, построена Чебоксарская ГЭС. В основу сюжетной линии театрализованного шоу легли и другие вехи истории, отправной точкой которой стало 24 июня 1920-го, когда декретом в ЦИК и софтнаркома была образована Чувашская автономия. Некий элемент гордости и гордости тем, что мы являемся одной большой семьей. И, как известно, за эти 100 лет Чувашской автономии мы не помним, чтобы здесь у нас на территории были какие-либо, ну скажем так, напряжения на фоне межнациональных отношений. Очень было всегда приятно, когда Чуваши уже из других регионов тоже, скажем так, приобщаются этому Чувашскому единству. Юбилейных медалей в честь столетия от Фрио главы региона были удостоены митрополит Варнава, народная артистка Советского Союза Вера Кузьмина, почетный гражданин Чебоксары Ван Долгушин. Более 35 лет он отдал заводу промтрактор. Для Чувашской республики промышленность это главный локомотив, который потащит, чтобы людям жилось лучше. Это налоги, это дороги, это тротуары. А самая главная мечта моя, чтобы завод всегда прекрасно работал, чтобы у людей, которые живут в Чебоксаров и на Чувашской земле, была работа на своей земле. И сейчас, сегодня, когда мы здесь вот на этом прекрасном представлении видим всю историю нашей родины, нашей малой родины, нашей прекрасной Чувашской республики, становится очевидным связь времен. От масштабного театрализованного представления захватывало дух, говорят участники праздника. Почетные места отвели для ветеранов. Это для нашего поколения, будущего поколения. Меня душа радовалась, потому что я знаю, теперь знаю, что наши внуки нас не подведут. Задача сегодня это объединить людей, которые проживают в разных уголках нашей большой страны, для того, чтобы это был действительно общенародный праздник, для того, чтобы это был следующий скачок, следующий толчок для нашей будущей истории, для наших детей. И все таланты, которые проживают на территории нашей республики, они были реализованы. И впереди масштабный праздничный марафон, который будет длиться весь год. Это главные новости к этому часу. До свидания.